Всем привет! С вами Игорь. Сегодня хочу поговорить, рассказать то, что я нашел, какой я нашел интересный каркулятор солнечной энергии, установки солнечных панелей. Там можно на каркуляторе менять Азимут направление, южнее, восточнее, западнее, угол можно менять и смотреть выработку производительность панелей за год. Сколько будет киловатт-часа? Вообще, почему я вообще это видео делаю? Потому что общепринятое мнение, что солнечные панели для максимальной выработки за год, чтобы максимум с них получить, надо ставить строго на юг, строго южное направление. Ну, если у вас, конечно, не трекер, двухосевой трекер или одноосевой, поворачивайся за солнцем. Если у вас строго панели стоят стационарно и не поворачиваются, то их надо, типа, ставить на юг строго, и только менять угол лета-зима. Зима-лето. Но на самом деле это не так. И я это даже докажу собственным опытом, на опыте, на использовании вот этих своих солнечных панелей. у меня сейчас разбито поле на две части, как бы, моя солнечная электростанция. Это одно поле на крыше смотрит на юго-восток, второе за домом смотрит оно на трекере, стоит не поворачивающемся, и смотрит на юго-запад. И я думаю, что по этим полям я тоже покажу, что юго-восточное направление все-таки лучше. Но у меня еще есть в качестве такого доказательства, как бы, каркулятор вот этот. И сейчас я вам его покажу, этот каркулятор. Вот он, вот мой планшетик. Сейчас мы посмотрим, что тут говорится. Я ссылочку оставлю на этот сайт, под видео, кто захочет, может посмотреть. Итак, вот у меня направление, вот север, запад, юг, восток. Плюс-минус я могу менять направление, могу менять угол, здесь выставляется площадь солнечной электростанции в метрах квадратных. Вот, ну я выставил там 4 киловатта, у меня 4 киловатта, но это, в принципе, не так важно. Вот еще есть график выработки помесячно. Вот, видите, такая горка. Вот, и вот здесь вот цифра, годовая выработка в киловатт-часах. Вот, видите, строго южное направление, это 4855 киловатт-часов. У нас вырабатывает солнечная электростанция, при вот таких вот параметрах. Южное направление, строго южное, и 35 градусов. Вот, ну, кстати, градусами тоже попробуем поизменять, но, по-моему, это оптимальный, я уже выставил. Итак, теперь мы нажимаем на минус. Вот, и у нас получается, оно двигается на юго-восток. Что мы сейчас видим? 4087 киловатт-часов, видите, уже больше. Дальше, 4890, я не вижу, 3 киловатт-часа, еще больше. Это минус 10 градусов, еще нажимаем. 4893, это, по-моему, и было столько. Минус 15, 4903 уже, видите, уже за 903. Ну, по-моему, это уже максимум. Минус, или еще, даже, может быть, больше надо. Так, минус 20 процентов, или градусов, это у нас получается даже 907, 4907 киловатт-часов за год. Видите, какое направление? Ну, сейчас еще попробуем. 25 градусов. А, нет, тут уже 903, видите, было 907, значит, возвращаем назад. Вот, минус 20, вот, 907. Вот, вот это выходит оптимальное направление для максимальной выработки солнечной электростанции за год. То есть, это еще не юго-восток, но уже и не юг, это что-то среднее между югом и юго-востоком, где-то так примерно. Вот, теперь вот эти вот градусы наклона, угол наклона. Ну, 35 градусов, я вроде бы уже выставил оптимальный. Сейчас посмотрим. 4907, так, добавим 40, у нас получается 903, да. И если мы отнимем 2, 30 градусов, тоже 891, правильно, да. Это получается самый оптимальный угол 35 градусов. Вот такой вот уклон для максимальной выработки. 4907 киловатт-часов. Вот, вот такой вот получается у нас угол и направление солнечных панелей для максимальной выработки в месяц. Видите? То есть, это совершенно не то, что все говорят, что строго на юг там и все такое. Все-таки лучше на юго-восток. И это объясняется очень просто. Установлю камеру сейчас. Это очень просто объясняется, потому что с утра действительно прохладней день. День прохладней, погода всегда прохладней. Особенно летом. Может зимой это не очень актуально. Там и зимой выработки-то этой. А вот летом это очень важно, чтобы панель была холодной. Ну, горячая панель, она слабо-слабо вырабатывает. У нее очень низкий КПД. Вот, даже замеры, которые производит производитель и пишет свою мощность на панели. Вот, там, что она выдает, например, как моя, 290 ватт. При излучении солнечного 1000 ватт на квадратный метр. Но при температуре 25 градусов. 25 градусов должна быть температура панели. 25 градусов это на ощупь она даже не теплая. Это летом она даже не теплая. Это зимой, наверное, такая может быть только температура. Летом температура на солнце панели очень горячая. Поэтому ее КПД низко. Но с утра, если мы немного вот нашу электростанцию сместим на юго-восток, то есть даже не юго-восток, а средняя между юго-востоком и югом. Вот средняя, вот по срединке. То мы получим больше энергии, потому что с утра, в первой половине дня все-таки воздух прохладнее, еще с ночи как бы холоднее. Панели не так перегреваются с утра. А солнце уже достаточно высоко летом, чтобы излучать вот эти вот 1000 ватт на квадратный метр. После обеда обычно всегда жарче. Поэтому КПД панели наши резко будет падать. И соответственно будет падать выработка. Поэтому, кого электростанция солнечная заточена именно под максимальную выработку, это, например, зеленый тариф. Там нужна максимальная выработка. Потому что вы всегда можете взять недостающую энергию днем, утром или вечером, например, когда она вам нужна. Или даже ночью с сети. Брасываете в сеть, как бы используете сеть, как большой такой безразмерный, бесплатный аккумулятор. Но в случае автономной станции, это мое мнение, конечно, в случае автономной станции, там не совсем так просто. Вот, например, если, например, у вас чисто для автономии, то не все так однозначно. То есть не обязательно вот так вот ставить. Тут уже есть такое мнение, и оно довольно широкое, что лучше разместить свою электростанцию солнечную, разделить как бы на две части и поставить половину на вот среднее что-то, юго-восток, ближе к югу, и на юго-запад, ближе к югу тоже. Вот, тогда у вас как бы получится график вот этот вот выработки, дневной график, у вас не получится такой горкой. То есть утром минимум, потом в 12 часов максимум, и опять к вечеру минимум. У вас получится типа как бы стол такой, резкий подъем с утра, тут оно как бы выровнено все будет часов так несколько, пять, а то даже и может и больше часов будет выровнено. Но я это еще посмотрю по своей солнечной электростанции, подключу все, нагрузку подключу и сделаю замеры почасово, какой там будет график. Это, я думаю, будет интересно для альтернативщиков. Вот, у вас как бы получается более растянутая выработка. То есть, возможно, возможно, в максимуме выработки мы потеряем, потеряем, потому что у нас эти поле разделены на две части. Но, зато мы получим такой большущий плюс, что у нас будет достаточно энергии и утром, и вечером, и даже днем. То есть, мы растянем вот этот вот диапазон максимальной энергии на весь день. Вот, например, для меня сейчас это важно. Сейчас, пока я не подключил зеленый тариф, это важно, потому что у меня, например, электроплитка, газа у меня нет, мне надо есть и варить и утром, и днем, и вечером. Вот, я не могу только вечером. И вот это вот разнесение полей мне позволяет включать довольно мощные нагрузки, там электрочайник, электроплита, как утром, так и вечером и, соответственно, днем. Днем, в принципе, тут проблем нет никаких, как вы их не поставите. Днем энергии хватает, солнце высоко и все такое. Вот. Вот как-то так получается. Так, что оно как бы не все однозначно, это расположение панелей не все так получается, смотря для чего они вам нужны. Вот. Вот. Если для зеленого тарифа, еще раз повторюсь, то да, вам лучше поставить в одном направлении. В идеальном это, как я только что показывал, между юго-востоком и югом, примерно вот это направление. Вот. Если для автономной электростанции это немного по-другому лучше получается сделать. Вот. Вот как у меня я пользуюсь. Так вот. Мне вот. Ну, начинаю пользоваться. Потому что второе поле я только ввел в эксплуатацию. Но уже вижу такие вот позитивные результаты. Если я раньше своим полем юго-восточным мог только утром нормально еду варить. Ну, хватало все мне там на электрочайник, там электроплитку. Где-то до часу, до двух дня нормально. Но уже 3-4 часа это уже не хватало. Даже летом. Ну, оно уже падает, инсуляция, излучение уже. Вот это вот солнце, как бы панель стоит косо к солнцу. Уже не то. Вот. А вот с этим вот полем, что я добавил еще 4 кВт на юго-запад, я теперь могу даже в 5-6 часов свободно включить электроплитку. У меня киловатт есть. У меня вот так вот энергии до позднего, можно сказать, вечера. Вот. Так что вот такое вот расположение мне нравится. Еще, какой плюс такого расположения. Вот я, например, думаю ставить на свое 8-киловаттное поле 5-киловаттный инвертор и подключать его к зеленому тарифу. Вот. Потому что, ну, если брать 8-киловаттный инвертор и ставить все панели в одно положение, строго на юг или там в юго-восток немного, то мне надо будет 8-киловаттный. А вот в таком расположении мне достаточно будет 5-киловаттного инвертора, потому что 8-киловатт я по-любому вряд ли когда-нибудь и вижу одновременно. Потому что у меня поле разнесенное, да, тут максимум работает до обеда, тут максимум после обеда. Но зато у меня этих 5-киловатт будут, как бы, ну, почти всегда. Почти всегда. То есть не 8-киловатт максимум полчаса днем, а 5-киловатт, но зато на протяжении всего дня. Ну, плюс я, конечно, там немножко потеряю, хотя, я думаю, добавить там, если будут излишки, какой-нибудь контроллер поставлю такой слабенький, ну, не слабенький, а дополнительный до инвертора поставлю, чтобы он, как бы, убирал излишки на бойлер, например. То есть у меня, чтобы на инверторе шло 5-киловатт, вот эти вот лишние, если они будут, они будут там, может, пол-киловатта-киловатт, они будут уходить на бойлер. Я думаю, это... Но зато в таком случае будет намного легче оформить зеленый тариф, потому что мне надо будет только добавить до 5-киловатт добавленную мощность, мне не надо будет 3 фазы проводить, хватит и одной фазы, потому что инвертора идут в основном на одну фазу, вот, ну, больше 5-киловатт там уже на 3, это редко когда бывает, но в основном они до 5-киловатт идут на одну фазу. Вот, то есть это будет оформление намного-намного дешевле. Меньше платить за каждый добавленный киловатт и так далее. Вот. Ну, вот такие вот у меня мысли. Еще хочу анонсик такой сделать на следующее видео, там, или какое-то через следующее. Хочу поговорить о трекерах. Вот мне часто вот говорят, делай трекер двухосный, делай поворот за солнцем, это будет намного выгоднее тебе и много, плюс прибавка огромная. Вот. Но на самом деле оно все не так однозначно. Вот. То есть кому-то выгоден этот трекер, кому-то не выгоден. Вот. Если посмотреть, например, на промышленные солнечные электростанции, такие там, у меня рядом стоит, например, на 600 киловатт, на поле я ее показывал, солнечную электростанцию, чисто для заработка, для зеленого тарифа, ее люди поставили. То там никаких трекеров нет. Там просто такие столы, как у меня, одноосные и поворот, угол зима, лето, зима, лето. И на всех практически солнечных электростанциях в Украине, таких где тысячи киловатт, там, таких поля целые стоят, то там никаких трекеров нет. Там просто стоят солнечные панели под определенным углом. Но об этом уже в следующем видео поговорим. Кому они выгодны, кому они не выгодны. Все плюсы и минусы вот этих двухосных трекеров. Я именно говорю о двухосных или одноосных тоже, которые поворачиваются. Ну и просто две точки опоры у этих одноосных, но они тоже поворачиваются за солнцем. Конечно, там двухосные они немного эффективней. Вот. Но они и те, и те довольно сложные. Но это уже отдельное видео, отдельная тема для разговора. Вот. Оставлю ссылочку на этот сайт, где этот каркулятор. Смотрите, считайте, как вам лучше поставить. А, и еще забыл сказать, вот из своего опыта, трижды подумайте, прежде чем ставить солнечные панели на крышу. Потому что это как бы с одной стороны дешево, у вас уже как бы есть каркас, несущая конструкция, куда их ставить, все такое. Но это очень геморройно в плане очистки от снега, от пыли. Ну, от пыли еще не так, потому что пыль, я перед зимой вылез, один раз смыл пыль. Ну что, как раз к зиме это важно. Летом и так хватает энергии от солнца, там эта пыль, она незаметна. Но вот когда осень начинается, уже начинаешь бороться за каждый ватт этой энергии. Уже и пылячка, так сказать, мешает. Вот. При том, что мытье от пыли довольно хороший результат дает. Вот. Вот. А от снега это вообще геморрой, я вам скажу. Вот. Большущий геморрой. Поэтому, прежде чем ставить на крышу, подумайте сто раз, как вы будете чистить снег, какую-то площадку предусмотреть. Вообще, возможно ли будет их очистить от снега. Вот. Об этом надо подумать очень важно, потому что я как бы подзадолбался лазить на крышу этой зимой чистить. И февраль у меня вообще пролетел, потому что я их не чистил. Ну, не мог просто я их почистить. Не мог. С земли их не почистишь, а на крышу вылезть вовремя не вылез. Это скользко. Это страшно. Это опасно. Ну, короче, подумайте об этом. Вот это вот очень важный нюанс установки на крышу панели. Ладно. Всем пока. До следующих видео. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Какие вы хотели бы еще увидеть видео на тему моей солнечной электростанции или чего-нибудь другого. Всем пока.